ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Да, действительно, это была рекордная явка. И как раз я думаю, что это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, это все же понимание того, что происходит сейчас на Украине. И перед лицом такой серьезной внешней угрозы люди консолидировались и пришли, чтобы показать всему миру, что мы едины. Ну вот я знаю, по своему факультету у нас проголосовало 100% всех сотрудников. И это одно. Второе, я думаю, люди наконец поняли, что от голосования, от их голосования зависят результаты выборов. Потому что как раз примеры не только в нашей стране, но и в других странах говорят о том, что когда население не голосует, когда люди не ходят, когда низкая явка, то побеждает иногда самый неожиданный, может быть, вариант, исход. Поэтому я думаю, что это вот как раз понимание и осознание того, что будущее страны зависит от итогов голосования, я думаю, это тоже было серьезным фактором, влиявшим на рекордную явку в Пермском крае. Татьяна Васильевна, вот не так давно нынешний президент страны в послании Федеральному собранию дал понять, что нацпроекты, которые были им озвучены, по сути являлись его предвыборной кампанией. Вот как вы оцениваете эти проекты и какое влияние могут оказать на развитие при Каме экономики в целом? Ну, конечно, анонсированные нацпроекты, они пока с непонятным содержанием, но уже даже их названия, они звучат очень многообещающе. В частности, что касается экономики, то был анонсирован новый нацпроект «Экономика данных». Вот этот нацпроект, на мой взгляд, он даже по своему замыслу впереди очень сильно обгоняет реальность, конечно, очень серьезно, потому что цифровая трансформация в бизнесе пока лишь только в некоторых отраслях достаточно на высоком уровне. И здесь барьер серьезный – это то, что это инвестиционно емкое, то есть требует больших затрат. И как раз в условиях высокой ставки Центрального банка у предприятий, у компаний нет возможности брать кредитные ресурсы, они инвестируют за счет собственных средств. Ну а эти средства как раз вот тоже ограничены. Поэтому не все так гладко сейчас пока с реализацией, с реальностью цифровой трансформации в Пермском крае, в России в целом, конечно. И то, что объявлен вот такой амбициозный нацпроект «Экономика данных», это очень серьезная заявка на лидерство будущего и страны нашей. Ну а что касается Пермского края, мы все знаем, что наш регион уже устойчиво. Последние несколько лет относится к числу регионов, где активно как раз развиваются процессы цифровой трансформации. И сектор ИКТ, и сектор информационных технологий у нас бурно развивается. И в целом это как раз наше конкурентное поле, наше преимущество Пермского края. Сектор ИКТ и все, что связано с цифровизацией. Поэтому я думаю, что именно вот этот проект, заявленный, он сможет очень сильно повлиять на нашу экономику с тем, чтобы как раз дать импульс для ее дальнейшего развития. Ну я вот правильно понимаю, что как раз в «Экономике данных» один из факторов – это цифровизация. Как раз та самая цифровизация была и испробована в рамках голосования в формате ДЭГа. Как отработала вот эта система? Вы сами столкнулись, я знаю, сами голосовали в формате в таком. Да, я думаю, что это на самом деле прекрасная возможность для всех, для граждан принять участие в голосовании. Я думаю, наверное, это тоже было фактором серьезным. Вот это то, что появилось электронное голосование, а не только очное. И то, что три дня голосования делалось, это тоже сработало. Потому что все равно у людей жизнь своя и какие-то мероприятия, что-то планируется. Поэтому, возможно, раньше в предыдущих выборах не сильно активное участие принимали, потому что, может быть, было неудобно с точки зрения формы и времени голосования. А сейчас трехдневное голосование, возможность электронно проголосовать – это здорово. И я сама голосовала с помощью дистанционно-электронного голосования. Это очень удобно. Единственное, что не сразу удалось зайти, потому что система несколько подвисала. Очевидно, так как я голосовала в пятницу утром, видимо, в это время многие решили тоже проголосовать. И немножко она подвисала, но в течение пяти минут я, в общем, смогла попасть в систему и успешно проголосовала. И как раз вот здесь тоже в этой части Россия на сегодня по развитию госуслуг в электронном формате для граждан опережает, например, страны Западной Европы однозначно. И это, я говорю, основываясь не на информации из интернета, а на информации от многих друзей и знакомых, которые у меня живут сейчас в европейских странах. И действительно, они говорят, у вас супер госуслуги – это потрясающие возможности для граждан. Татьяна Васильевна, вам большое спасибо за интервью. А я еще раз напомню, что мы говорили об итогах выборов президента, а также о перспективах развития Пермского окрая с профессором, деканом экономического факультета Пермского классического университета Татьяной Миролюбовой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова